Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей, а в нашей студии сегодня главный врач областного клинического госпиталя для ветеранов войн Наталья Асычная. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите немножко о работе госпиталя. Я думаю, что те, кто помоложе, могут и не знать, что такое место есть, что там оказывается очень важное, очень нужная помощь. Госпиталь ветеранов войн является специализированным учреждением, которое оказывает медицинскую помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и участникам Афганской, Чеченской войны, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей Гетто, вдовам и вдовцам умерших и погибших ветеранов Великой Отечественной войне, а также другим лицам, которые определены пятым федеральным законом. У нас разные категории лечатся и инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также и более молодое поколение из числа инвалидов и участников Афганской и Чеченской войн. Контингент у вас очень специфический. Я думаю, там и капризов много, и каких-то непонятных ситуаций, наверное, стрессовых в том числе, потому что если мы говорим о локальных войнах, то, что было относительно недавно, там еще другие раны свежие, душевные больше. Сложно работать? Но прежде всего хочется отметить наш коллектив, который очень по-доброму и внимательному относится к нашим ветеранам, учитывая то, что они люди уважаемые и требуют к себе особенного подхода в лечении и обследовании. Много раз можно повторять им, необходимо повторять, прописывать данные рекомендации в бумажном варианте. Но мы к каждому находим подход в лечении, и диагностики. Вот вы за кадром сказали, что на парад в Москву ваши сотрудники будут сопровождать героев. Да. В этом году у нас проходит чествование инвалидов и участников Великой Отечественной войне, посвященных 70-летию Великой Победы. И наши сотрудники госпиталя будут направлять и сопровождать инвалидов Великой Отечественной войны на парад победы. Чего ожидаете вот от этой поездки? Это очень волнительно, все они уже в почтенном возрасте? Да. Безусловно, это трогательно, это обязывает ко многому и сопровождать данного пациента, и наблюдать его волнение, сопереживать ему. У вас есть выездные бригады. Если мы говорим все-таки о пожилом населении, а таких людей очень много, и все они в районах, в каких-то глухих деревеньках, бывает очень сложно найти помощь по месту. Ваши сотрудники выезжают как регулярно? Безусловно. В начале года мы формируем выездные бригады, которые состоят из врачей различных специальностей, и занимаемся активной выездной работой. В районы области, в районы города обслуживаем маломобильных ветеранов, оказываем им адресную помощь. По результатам диспансеризации мы проводим лечебно-диагностические мероприятия, проводим госпитализацию в стационарных отделениях нашего госпиталя, проводим реабилитацию также в нашем подразделении. К каждому ветерану мы имеем свой подход к лечению и ведению, что способствует наиболее быстрому восстановлению его функций. А техника позволяет оказывать любую помощь? У нас хорошая материально-техническая база. Подразделения госпиталя оснащены современным оборудованием. В структуру нашего в госпитале входит амбулаторно-поликлиническая помощь инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также два стационара на 120 коек. Один из которых расположен в городе, а второй загородный стационар расположен в Солочи на 70 коек. Также в состав этих 70 коек входит 20 коек Центра медико-психологической реабилитации. Психологическая помощь иногда нужна не меньше, чем квалифицированная именно врачебная. Сколько специалистов, какое количество у вас работает с такими пациентами? В Центре медико-психологической реабилитации в основном получают медицинскую помощь инвалиды и участники боевых действий, то есть Афганистан и Чечня. В медицинском центре работает заведующее отделением, врач-терапевт, врач-невролог и врач-медицинский психолог, у которой разработана целая программа для того, чтобы оказывать данный вид медицинской помощи контингенту, для того, чтобы он был более раскрепощен, более расслаблен. А к вам обращаются близкие тех, кто вернулся недавно из каких-то горячих точек? Вот бывает, что не складывается, что вроде все хорошо, пули пролетали мимо и вроде бы как человек вернулся, но все равно не то. Мы общаемся с такими людьми, мы понимаем, что они просыпаются ночью, бурно реагируют даже на огонек сигареты. Вот обращаются близкие? Обращаются, и мы также оказываем им медицинскую помощь, и в наших стационарах сначала более детально обследуем его на догоспитальном этапе, а потом уже в центре медико-психологической реабилитации подбираем для него специальную программу по оказанию медицинской помощи. И у нас уже есть хорошие положительные наработки. И если больные требуют особого ухода, мы также используем такой опыт вместе с членами семьи, чтобы более удобно и качественно оказывалась медицинская помощь, чтобы больной не замыкался один в себе, был более раскрепощен. Вот военные годы, предвоенные, мы общаемся очень много с детьми войны, с ветеранами, которые много всего пережили. Сейчас это сказывается в таком уже возрасте. Конечно, когда у нас проходят тематические встречи по подготовке к празднованию Победы, мы формируем тематические занятия с ветеранами проводим, различные акции, встречи с молодым поколением, встречи с молодым поколением, конкурсы детского рисунка, преемственность поколений. И, безусловно, ветераны рассказывают о своих военных годах, вспоминают. Буквально на днях вы вернулись из Москвы. Я вас поздравляю с тем, что ваш госпиталь попал в десятку лучших. Расскажите, как прошла эта встреча, где она состоялась, какое количество ваших коллег вы там встретили, чем поделились? В этом году мы участвовали в третьем всероссийском конкурсе на лучший госпиталь ветеранов-воин. Мы по предварительному отбору вошли в десятку лучших. И 29 апреля мы выезжали в город Москву в госпиталь челюстно-лицевой хирургии на встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко и министром здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Вероникой Игоревной. Присутствовали на встрече 42 начальника госпиталя из Российской Федерации. Были отмечены, безусловно, и победы в нашей работе по укреплению материально-технической базы, по лечебно-диагностической работе. А вы для себя что новое узнали? Вот мы сами часто выезжаем на конкурсы, и там, знаете, все равно момент какой-то зависти, еще чего-то, он, безусловно, присутствует. Это абсолютно нормальное явление. И там как бы лишний раз никто не спрашивает, а чем вы занимаетесь, а как у вас? Может быть, были какие-то действительно первоклассные специалисты, у которых вы брали какие-то мастер-классы? Мы все общались, сотрудничали между собой, делились своим наработанным опытом по оказанию медицинской помощи. А молодежь идет к вам работать? Да, мы очень тесно сотрудничаем с медицинским университетом, и порядка 7-8 человек в год к нам приходят молодых специалистов. То есть они понимают уже, что они сделали свой выбор осознанно, они хотят у вас остаться. Как вы думаете, что их привлекает именно у вас? Я думаю, что хорошая материально-техническая база, вежливые и добрые отношения к нашим пациентам, требовательность к своей работе, ну и, конечно, реализация своих профессиональных возможностей. Ваши планы на ближайшее будущее? Продолжаем оказывать медицинскую помощь нашим уважаемым ветеранам, продолжаем развиваться, как в плане лечебно-диагностической базы, повышать медицинскую квалификацию, но и радовать наших ветеранов своим отношением и медицинской помощью. Мы выходим в эфир в преддверии Дня Победы. Хорошо, что вы у нас, и можете поздравить всех тех, кто сейчас, слава богу, не в вашем госпитале, а дома, здоров абсолютно. Хочется пожелать всем ветеранам Великой Отечественной войны и лицам к ним приравненных крепкого здоровья, благополучия, активного долголетия, чтобы они на долгие-долгие годы оставались с нами вместе, радовали нас своим богатым примером. Всем хочется пожелать здоровья. Это самое главное. Что можно еще услышать от доктора? Спасибо вам за эту встречу. Спасибо. Это была программа подробностей. Если вы что-то пропустили, заглядывайте на наш сайт город62.tv. До встречи.